Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня представляю вашему вниманию отзыв на фантастический рассказ Виталия Бабенко «Встреча». Этот рассказ опубликовался в журнале «Хибья и жизнь» в 5, 6, 7 и 8 номере 1986 году. Рассказ я прочитал, случайно нашел этот журнал и прочитал этот рассказ. Если говорить коротко, то это шпионский детектив. Каждый из четырех частей предваряет какая-то иллюстрация. Вот эта иллюстрация предваряет первую часть рассказа. И о чем рассказ? Существует в этом мире, о котором идет речь, комитет по разоружению. Он следит за тем, чтобы военные технологии, военное оружие, такие как томогавки, химическое оружие, вещества и так далее не попали в руки террористов. И в комитете по разоружению при ООН, так называемый Комраз, работает русский сотрудник. И он внезапно, когда он садится в аэропорту на челнок до стратопорта, про стратопорты чуть попозже расскажу, то он замечает одного из своих давних противников. И он подозревает, что этот противник, Олаф Ольсен, как он его называет, собирается передать какую-то секретную информацию своим боссам. А боссы у Олафа Ольсена, как подозревает наш главный герой, это какие-то очень темные личности, которые хотят заполучить в обход Комитета по разоружению и в обход ООН какие-то военные технологии. Или, допустим, запрещенные химические вещества. И он начинает следить за... Так, я посмотрю, как зовут. А главного героя зовут Щукин. И он в аэропорту начинает следить за Олафом Ольсеном. А это становится достаточно просто, потому что он высокий и с копной золотистых волос. И он видит, что Олаф пошел на крышу. На крышу, чтобы передать какой-то пакет информации на спутник. И Щукин, он с помощью своего шпионского оборудования, на которого у него есть разрешение, потому что он специалист Комитета по разоружению. Он сумел подключиться к матрице. Ну, автор это описывает как чемоданчик с экраном. Но я буду для простоты говорить компьютер, ноутбук. Потому что в 1986 году ноутбуки еще не были практически никак распространены, в отличие от текущего момента. Поэтому автор описывает это как чемодан, в котором находится электронное устройство. И это электронное устройство снабжено экраном и клавиатурой. Но мы все понимаем, что это он описывает ноутбук. И Щукин наводит специальную антенну на плату ноутбук, чтобы считать незашифрованное сообщение, сообщение, которое не зашифровано системой передачи данных, а зашифровано только системой в ноутбуке, то есть кодирующей системой в ноутбуке, чтобы поменьше возиться с расшифровкой. И он получает эту матрицу. А мы узнаем о том, что он получил эту матрицу, когда этот Щукин сидит уже в кабине стратопорта на своем месте и пытается это расшифровать, а у него ничего не получается. Вот сейчас я вам покажу эту матрицу, которую он перехватил. Вот так она выглядела. Состоящая из нулей и единиц. Совершенно вводящая в заблуждение обычного человека, который не связан никаким образом с криптографией и прочими подобными делами. И теперь отвлекусь от рассказа о событиях в этой повести и расскажу про стратопорты. Стратопорт, как представить, это огромное воздушное судно, которое состоит из четырех крыльев. Четырех крыльев. Каждое крыло напоминает по своим размерам самолет «Руслан». То есть это Ан-225, грузовик, на котором можно перевозить достаточно тяжелые и объемные грузы. Ну так вот, четыре таких условно «Руслана» сцеплены между собой и пять стратопортов летают над пятью регионами Мирового океана. Это над Северной Атлантикой, то есть это между Галифаксом и Лондоном. Это над Южной Атлантикой, между Южной Африкой и Бразилией. Это над Южным Индийским океаном. И над Тихим океаном, над Севером и над Югом Тихого океана. Итого всего пять стратопортов. И если нужно посадить стратопорт, то он разламывается на четыре части, о которых я выше говорил, и ведет себя достаточно как тяжелый, но маневренный самолет. Ну поэтому я привел сравнение с «Русланом». Как он тяжелый, но он маневренный. И эти стратопорты, они постоянно висят над морем. Заправка в воздухе, доставка еды челноками и так далее. То есть все предусмотрено. Челноки уходят из специальных аэропортов, которые оборудованы для того, чтобы эти челноки отправлялись к этим стратопортам. В мире, который описывает автор, он говорит, что это очень удобное средство транспортирования людей между континентами. И постепенно, опять же, чтобы не спойлерить вообще до конца о том, что это очень интересный рассказ. Я вам, как сказать, затравку дал. И дальше, если вам интересно будет, то вы найдете, он в интернете, этот рассказ 100% есть. И дальше я просто покажу, как оформлен был этот рассказ в журнале «Химия. Жизнь». Это иллюстрация ко второй части. И буду потихоньку рассказывать о своих впечатлениях. Рассказ он держит. То есть автор так строит повествование, что невозможно оторваться от этой книги. И первый вопрос, а вот как бы я расшифровывал, человек, который не знает криптографии, как бы я расшифровывал эту загадку? И я понимаю, что я не могу прийти к какому-то умозаключению. Это я вам сейчас демонстрирую. Это картинка к третьей части рассказа. И я понимаю, что я не могу прийти к какому-то умозаключению, чтобы расшифровать каким-то образом эту загадку. И я погружаюсь в этот текст и читаю его. И понимаю, да, мне интересно. Потому что автор подводит нас уже практически к финалу. И остается буквально последняя часть. И в конце третьей части он говорит, что вот этот Щукин, у него озарение. А вы представьте, что этот рассказ выходил один раз в месяц. В журнале «Химия и жизнь» он выходил один раз в месяц. И, соответственно, человек, который прочитал, допустим, в июле вышедший журнал седьмой номер, он ждал целый месяц, пока он сможет прочитать финал. Это я, который нашел этот журнал случайно у себя дома и прочитал это все сразу запоем. Мне не надо было ждать. И вот в конце третьей части автор подводит уже нашего героя к тому, что он на пороге разгадки. И часть четвертая начинается с того, что он находит ключ. И дальше у него задача отправить, он расшифровывает, дополняет это голосовым сообщением своим и отправляет это сообщение, чтобы он отправил это сообщение, чтобы все его узнали. Где ловить Олафа Ольсона, почему он враг, почему он должен быть арестован и так далее. То есть он все это излагает и прикрепляет расшифрованное сообщение и отправляет его по всем частотам, на которые он может это отправить. А так как он специалист комитета по разоружению, ему доступно очень много частот. Вот. То есть, соответственно, вот этот рассказ, как бы, ну опять же, помня о том, что этот рассказ писался, был опубликован в 86-м году, еще свежи воспоминания о холодной войне между США и СССР. И здесь представлено, что вот этот Олаф, он представитель западного мира, и Щукин представитель восточного мира, представитель СССР, который борется за мир против тех методов, которые, как мы думали тогда в СССР, применяют против этого мира, американцы. Вот. Ну это опять же фантастика, это опять же такой рассказ. Спасибо вам за внимание, за то, что вы досмотрели этот отзыв до конца. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, на колокольчике поставьте все уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео, когда они выходят. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.